Доброго времени суток всем. Буквально вчера прошел финал турнира Arena Cup Series, в котором 16 команд сражались за призовой фонд в размере 25 тысяч евро. И я вам хочу сказать, что там таки было на что посмотреть. Наверняка вы, как и все, кто минимально следит за тем, что происходит на арене, думали, что фаворитами на турнире являются две команды Virtus.pro и Tarkov Hell. И так оно и есть. Ну, почти так. Ведь на небосклон арены взошла новая звезда, команда Parivision. Они же бывшие DMS. Ребята нашли себе спонсоров, набрали лютую форму и показали всем на этом турнире, из какого теста они слеплены. Чтобы вы понимали, ребята за время турнира проиграли всего один матч и в финале сражались с командой Virtus.pro. И что могло закончить этот турнир лучше, чем Clutch 1 в 5, который выиграл Ромза и принес своей команде победу на этом турнире. Я просто вставлю сейчас запись этого легендарного момента, а ты потом напиши мне в комментарии, реально ли он легендарный или нет. Что это может быть, где это ползел. Это была отambda, где волны Пустя. С примером, это рано, это было очень примерно имя, как на прошлый рано вновь в войну, когда VP вам потерялся. И 7клллс это получил 3 клоу у 4 кл, но это было действительно очень разное. Я думаю, что сейчас ВП... О, извините. Теперь на пункт. ВПП на пункт. ФМХ будет получать support от Магик. Ромза с 2-2. Ромза с 4-клс в этом раме. Ромза, в 1-1 в 1-1. Он говорит, что я не хочу оставить это в следующий раме. Мы в 6-3. Ромза, может быть, может быть, на первую очередь в этом раме, на первую очередь в финале. Пусть на коннектор. 4 секунды на стороне. Три, два. Он должен сбежать. Он сделает это! Это 5-клс, чтобы победить за свою команду? Вау. 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 В общем, мои поздравления команде по ревижн с победой на турнире. Арена, конечно, хоть и находится сейчас не на пике своей популярности, но разработчики в своем офисе продолжают заваривать для нее новый режим под названием Blessed Gang. Он же режим с бомбой, который будет презентован на выставке TwitchCon, который пройдет с 29 по 30 июня в городе Роттердам. В Нидерландах, Голландии, ну или короче, вы поняли. Вообще, на сам TwitchCon запланировано много всего интересного. Там будет две сессии вопрос-ответ с разработчиками. Турниры, какие-то стенды. Открытая игровая зона, на которой все желающие смогут попробовать, судя по всему, новый игровой режим. Вот этот самый с бомбой. Также там обещают кое-что интересное для Таркова. Я подозреваю, что там, скорее всего, презентуют, ну либо просто покажут обновленную локацию завода. Но, может быть, я ошибаюсь. Не знаю, посмотрим. Ждать осталось совсем недолго. Выставка начинается уже в утро субботы. Конечно же, записывать видео в оперативном формате со всеми новостями, которые будут поступать с TwitchCon, не представляется возможным. Поэтому вот тебе ссылочка на мой телеграм-канал. Рекомендационно подписаться, потому что там все новости будут поступать в оперативном формате и ты никогда ничего не пропустишь, если будешь зафоловлен на эту телегу. Ну и напоследок еще две новости. На этой неделе должен стартануть новый ивент. Его в своем твиттере обещал глава пиар-отдела БСГ Дмитрий Огородников. И есть подозрение, что люди немножко заскучали, поэтому новый ивент сейчас будет как раз в тему. И вторая новость – это три скриншота расширения локаций леса. Как видно на скринах, зона будет добавлена в район старого депо, которое находится между выходами Северный и Южный блокпост ООН. Мы тут с командой энтузиастов немножко поразмыслили над ними и пришли к выводу, что зона эта будет закрыта для доступа пешком и попасть в нее можно будет только используя БТР. Остается, правда, открытым вопрос, кто же будет сидеть в этой новой локации – какой-то торговец или, может, новый босс? Вообще, если взглянуть на roadmap, который нам презентовали разработчики на крайнем подкасте Tarkov TV Live, можно заметить, что из обещанных летних патчей вышло процентов, наверное, 30. Надеюсь, что график не сбился и лето будет насыщенным на мероприятия, турниры на арене, патчи, ивенты и скучать нам не придется. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрел до конца. Ставь лайк, подписывайся на канал, и мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok